Всем еще раз доброе утро, привет, шалом, хеллоу, с вами в поврежденном студии Руха, Балек Мингат и, конечно же, из Эльпро Лиги 10 сезонной команды Сволл Патрол и коллектив Энви. Первую карту, Энви уже выиграли свой даст, второй очень быстро, очень уверенно, большие молодцы, теперь сражаются на пике команды Сволл Патрол, это Вертига, еще старенький, еще тот самый, где есть вот этот самый просвет. В новом Вертиге его не должно быть, а вроде начинает спрейс, команда Энви теряет довольно много ХП, Андроид просил Брайан, также здесь далеко не фоллый боец, ну и заход через рампы, погибает Райан, на ничейку, Нептун снова не попадает, Нептун, родненький, ну что, сегодня с тобой не так, каши мало поел, попасть не могет. 4 в 4, Энви разворачиваются, бомба у нас уже на базе Б, хороший фейк получился, даже не заметил, что там уже бомбкерри, Непти занимает упорные позиции, погибает Сом, у нас еще есть битый Андроид и, соответственно, заход через подъем. Он взялся между тиммейтом, пошли дальше, снесли Кону, снесли Фагли, снесли Андроида, погибает нас, невозможно, и Непти прострелом через тиммейта, Яй дает свой минус, и команда с Волл Патрол берет очень неочевидный раунд. Ох, как жестко. Ну, казалось, что Энви должны забирать тут 100%, но не успели перебежать, и с Волл Патрол этим воспользовались, ну, неплохо, хотя к Нептуну, конечно, возникают, опять же, некоторые вопросы. Даже вспомнили песню из... Господи, откуда же это было? Ммм, не Бременский или Музыканты? Не, откуда ли трек? Блин, не помню. Да, уделил нас снова Нептун своей стрельбой, снова в тиммейтом раунде, довольно активно выиграл на Таброву, убивает одного, второго, второго, четвертого, не получается, погибает, вот он, Сопа, трог с атаки, но приходит Яй и решает все вопросы. Два ноль за свой патрон, но, как мы понимаем, это было экономически, могли форсануть, но решили, что делать этого не будут. Два ноль, и хороший бай ожидает команду Энви. Сделай микро погромче, погромче... Зачем? И так, вроде бы, все хорошо, никто не жаловался, кроме тебя. Ну, было же все замечательно, что случилось-то? Нормально же общались. Я просто, может быть, говорил не ровно в микрофон, поэтому была такая секундная слабость в моем голосе, но не более того, микрофон работает как нужно, это вот прям 100%. Нет, это не повтор, это лайф, в котором мы с вами смотрим за игрой команды Envis World Patrol просто вот в такое время. Замечательно, не знаю, сделаем чек, по Москве сейчас 8.30 утра ровно, и сегодня 11 октября. 19-го года, разумеется. Чекают нас, тем временем цемент, свэк пока не открывается, открывается и забирает сома, весьма-весьма неплохо. Выходит для бойца команды с World Patrol пытается лучить свэк, и у него есть территорки смаков, правда не отпускает его рай, дает свой минус, погибает еще и с оброза. Ну и находится в меньшинстве команды с World Patrol на ровном месте практически пооддавали своей жизни, кто где, где-то зачем-то. За смоками находится игрок атаки, и Зелсис, и одного, и второго, а это Нифти, прошу прощения, это был Нифти. Зелсис погиб первым, да. Нептун последний. Давай, братик, мы в тебя верим, стрельба должна не подкачать. Сейчас будет заходить с рампов в спины, но вариантов слишком мало, опять же, потому что его сейчас, возможно, уже заметил андроид, андроид идет на перестрелку, и вот он с момента, Нептун, и сюда! Нет, никого забрать и не смог. В той катке был громче, быть того не может, серьезно, потому что я настройки никакие не менял, вот ни на сек... даже ни на полсекундочки. Ничего не менялось, все, что я делал, это ставил рекламку, и не более того. Поэтому микрофон никак не может быть ни громче, ни тише, ничего подобного. Возможно, я говорю тише, но это очень вряд ли. Все в порядке, говорят. Что вы меня боитесь на какие-то лишние действия? Сейчас сделаю погромче, люди оглохнуты, и какой вид красивый на город. И потом у всех минус уши. Но есть в этом и свои плюсы, будете тише слышать других комендаторов, которые вам не нравятся, возможно, хотя... Какие могут не нравиться в Рухабе? Все красавцы, все как на подбор. Фагли теряет тайминг, погибает... Соброда, выход на Аплэр. База А занята сейчас в данный момент, проходит дальше, пока что невозможно. Нефти погибает также от Нептуна, справляется по стрельбе. Игрок команды Сволл Патрон, на долгали вопрос. Это акция с правильной стрельбой. Отдельный совершенно вопрос. Погибает Свэк, тем временем Яй пока что пройти не может подальше. Он, с образом, может, правда, погибает в размен от Сома. Два в два. Есть девайс, есть хэдшот на Яй. Остается Нептун последний. Есть информация по Сому. И не появляется информация еще и по Райану, но Райан перестреливает оппонента. Будучи уже за жердочкой, не надо прыгать вниз. А когда будет введен новый Вертиго? Он уже введен, просто в этой группе мы еще играем на старом патче, потому что команды вряд ли бы смогли за столь короткое время изучить Вертиго. Нужно какое-то время. То есть, я думаю, что группа Б уже будет играть на новом Вертиго. Пока что нет. Экономически для команды Сволл Патрон побежали на Рампут. Вот у нас встречает мечи, переселки хорошие. И все в момент погибают. И только один фраг на нефте был сделан. Очень быстро, очень красиво. И смотрим уже с вами шестерон буквально спустя 15 секунд после четвертого. А как бы ты скорректировал нынешний маппул? Ну, в одном из своих видосов я говорил, что можно было бы, наверное, его расширить. Карт до 11 примерно. И каждый сезон примерно карты менять. То есть, у нас нужно оставить те же самые 7 карт в маппуле. Но, например, каждые полгода после мажора добавлять... Точнее, менять 3-4 карты на новые, чтобы было разнообразие. То есть, оставить количество карт 7 в официальном вето. Но, чтобы они менялись каждые полгода примерно. Ну, или не все. Скажем так. Например, менее играбельные оставались бы, а новые добавлялись бы в маппул. Тогда бы был какой-то, наверное, баланс в этом всем. ЭКО до 2000 делает команда с Волл Патрол, при том, что у них и так было экономически, но не решились брать себе. Сейчас девайсы, видимо, хотят себе поинтереснее раскидку, поинтереснее девайсы. Снайперскую винтовку, может быть, даже не одну. И поэтому получается 2 Чешки. МПшка в наличии. СВЭК получает от Молика. На 1 ТКП погибает Зелсис при попытке пушить лифты. Но, как мы помним, инициатива инициатора Нагаза. Информация появляется еще и по Яйо. Пытается он здесь как-то выживать, но против СГшки очень сложно бороться на таких дистанциях. Учитывая, что там есть прицел, а у тебя на Чешке только 24 патрона. И прицела, разумеется, нет. Было бы прикольно какой-то прицелет получить с прицелом. Какой-то такой маленький. Совсем такой, в полточечки. Но нет, к такому мы вряд ли когда-нибудь докатимся. Почему все СГ берут? Они что? Эти самые, которые те? Ну, потому что СГ сейчас в мете. СГ прошивает первым патроном в голову. То есть у команды Атаки сейчас преимущество вообще просто сумасшедшее. У них есть калаши, которые популярны и зимой, и летом, и одним цветом. И сейчас еще есть СГшка с прицелом. Тоже ванширит в голову, но защита есть Мерка. Ну и черт с ними. Саброза как раз-таки с Аугом сейчас бою против игроков Атаки. Находит Райна. Тут же, возможно, убьет уча Андроида. Нет, Андроид прошивает Саброзу в ответ. И СВ у нас на той же самой позиции пытается откидывать Хаешки. Хаешка прилетает под одного бойца. Немножко проседает Андроид. И, соответственно, попытка выйти в мидл пока что безуспешна. Хотя через маки можно попробовать. Маки развеиваются. Команда Энви проходит дальше. Флешка вылетает. Опять какие-то непонятные виды с камер. Спасибо большое. Даже не понимаю, что это вверх ногами даже какая-то позиция. Что-то обсервер немножечко... Чуть-чуть того. Интересно, а Патрули выиграет что-нибудь? Я не знаю. Есть ли у него шансы на этой карте? Потому что Энви сейчас выглядит очень здорово. Сейчас Яи открывается Сом спиной к нему. Яи пытается жить дальше. Яи промахивается. Ну и нефти, соответственно, безнаказанным это не оставляет. У Зелсиса позиция в упоре на лесах. Он убивает... Не убивает Пагли. Пока что просто провожает... И погибает Зелсис. Какой провал сейчас был для игрока защиты. Так долго целился. Но, как знаете, поговорка. Жадность человека погубит. Просто возьмет и погубит. Но это в этот самый раз Зелсис тоже немножечко погиб. Пагли чекает Парыч. Пагли, по-моему, не заметил. Сейчас Нептун идет в контакт. Погибает Пагли. И тут же Андроид в размен. Остается последний Андроид на 9 хп. Молик есть, но нет. Дефьюз китов. И это Фейк Дефьюз. Оно молит на Воблу. И... Здесь уже ничего не сделает. Возможно, Нептун еще и погибнет. Пуш позиции. Да, фраг. Но это сейв Девайса. Пятый для команды Энви. И у нас по-прежнему преимущество за американцами из коллектива Энви. Не то, чтобы Энви без шансов заберут, но я думаю, что эта карта будет тоже довольно уверенная. Вряд ли, как это было в прошлой карте, но как факт, это будет счет, наверное, 16-8. Что-то вот... Я не думаю, что Свал Патрул смогут взять больше. Слишком они слабо сейчас смотрятся на фоне команды Энви. Очень слабо. Еще из первой карты. Так. Что-то был вопрос ко мне какой-то прям залетал, но я что-то пропустил. И чат у нас рванул. После этого фейла от Зелси Салек. Ну, ты красава. Ее основной в третьей карте, мебров. Как они слили. Ну, вот так вот. Индивидуальные действия фурии. Неуверенные действия команды Мибер. Два раунда подряд. При счете 14-14 забирает себе фурия. Ну, вот. Бывает. Что в молодости? Я не понял про два слова после знака вопроса. Я мог и не в молодости. Я могу сейчас сделать пять минусов с АВП. Вообще без проблем не напрягаясь. Просто я на Т спауне надо с вторым просто. Пок-пок-пок и все. Если против меня бота играю, конечно. Да, у фури вчера отжали вертига и отжали, по-моему, мираж. Игроки команды Энви. Это был счет 16-14. Носного вида строительных кранов и всего прилегающего. Поэтому Обзервер, не знаю, почему-то на второй или третьей карте начинает чем-то заниматься. Три хаёшки. Правда, вне позиции были игроки команды своего патрола, чтобы впитать дэмэдж с гранат. Но, в принципе, идея была интересная. В следующий раз, я думаю, что оно вполне себе может даже получиться. Пять в три. Большинство для команды Энви пытается просто шить выход Парампан. Получается найти немного дэмэджа на Райне. Сделался с Вопорем. Его увидит игрок атаки, но перестрелять Райн своего патрола не смог. Если это последний саброза, сам себе палит свою позицию. Пытается взяли кого-нибудь еще найти. Выходит не очень. И, кажется, на пусте прошивает эту позицию игрок команды Энви. В упоре находит Сом. Ну, а Фагли просто берет и убивает саброзу. 6-2. Команда Энви берет шестой раунд к ряду. А это ни много ни мало. Уже почти первая половина. Комментатор ТопКапер. Это не точная информация абсолютно. Две снэперские винтовки. Юмп для Нептуна. Я не знаю, почему он купил себе Юмп. Неужели он ставил денег на что-то более съедобное? Пожадничал опять же. Я не понимаю, как Сволл Патрол, будучи профессиональным, даже профессиональным миксом, может себя так показывать. Я не понимаю. Выход сабвиком от Зелсиса. Был наказан Яй. Находится за артиментом. И бывает двоих. Прилетает Молик. Сейчас нужно давить игрока защиты. Но я успеваю отойти, будучи в флайнде. Все равно просто нащупал на памяти нужный косячок. И за него, в принципе, и встал. Нормально. Прокидка смоков. Команда Энви. Пока еще на плент не зашли. Но очень хотят этим заниматься. А тут у нас, по-моему, организуется небольшой бустик. Рыба просто. Пацаны стали за цементом вдвоем. Ну, потому что это строительный материал. Сейчас нынче дорогие. Нужно что-нибудь с собой вынести из этого раунда. На пару мешочков цементов. Вот. Видите, синие боксы на пленте. Они, по идее, должны быть на новом вертике красные. Это очень примечательно. Потому что ни к чему это не приведет. Абсолютно точно. По-моему, здесь должны быть красные боксы. Или на базе. Я не знаю, зачем их перекрашивали вообще. К чему это? Зачем? Почему? Для чего? В чем нужда? Вышел свек погулять, страйфанулся и погиб. Рада жизни от команды. Еще и молотов на буст. Читается полностью команда Envy. Все подобное погибает. И яй отваливается. Соброс за просто какой-то салат фруктовый. Из команды Swall Patrol. Мне жалко команду Swall Patrol. Очень жалко. Но, с другой стороны, очень приятно наблюдать за такой командой Envy. Которые в начале в матче против Mibor тоже огрызались. Показывали весьма неплохой коэс. Немножко мне хватило для камбэка. Но, в принципе, сейчас против FURI поборолись. Дали им звездюлей. Сейчас против команды Swall Patrol вообще там получается все шикардосно. Фраги летят. Все убивают. А вот команда Swall Patrol просто себе места не может найти. Еще раз покажу табуляцию. И то, что происходит на карте Vertigo. Семь раундов подряд берет себе команда Envy. Семь. Какая бодрая цифра. Мешок цемента весит 50 килограмм. Как он его вынесет? Но была в моей жизни практика с перетаскиванием мешков. Нужны были средства. Поэтому подрабатывал грузчиком. И, собственно, да, перетаскивал подобные вещи. Поэтому вполне себе возможно. Да, с автоматом в руках, наверное, не очень удобно. Но, как вариант, имеет место быть. Если очень надо, может быть, ты не так припередная штука подтащишь. Снова байда 2000 для команды Swall Patrol. Закупаются деглы по 250-й. И одна флешка под первой арморой. Яй находит для себя фраг. Крайн на руки блок нашивает. На пони плену яй тоже просаживается. Находит у тебя девайс. Команда Swall Patrol. Но полетели фраги от команды Envy. Три в два. Есть некоторые опасности для коллектива Envy. Но только один девайс. Яй без армора. Swag без армора. На флешка молдов на двоих. И заход на плент. Если сейчас Swag не справляется. А вероятнее всего он не справляется. Что-то в Swag я перестал верить. Кромах. Гигель. Ну и все. На этом раунд заканчивается. Вероятнее всего. Потому что я... Ну куда ты идешь? Зачем? Что ты собрался здесь делать? Ты сейчас просто умрешь. Братан. Уходи. Нож в руки. И бегом. 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 Красавчик. Рыженький красавчик. Брэкстон 2-7-фирс. Да. Не помните где Фагли играл раньше? Не в Energy League. По-моему в них родимый. По-моему в них. Андроид, по-моему из команды Complexity. Пришел Нифти из команды Renegade. Фагли, по-моему из Energy. Райан. Новичок на сцене. Сом, по-моему, какое-то время играл тоже где-то вот в какой-то команде. Очень нишевая. Там Тир 5008. И взяли его к себе. И они решили такой стак собрать. А тут летает уже хэдшот налево-направо. Ничего, команда с Wall Patrol с этим поделать не может. Пытается в Яй воевать. Это ответный фраг на Нифти. Но как-то беззубо смотрит сейчас команда. Погибает Яй. Ну, нужно было уходить, братан. Что же ты делаешь? Просто команду с Wall Patrol разорвали на много маленьких с Wall Patrol-ешков. И все. Ну, это не игра. Это просто какая-то рванина. Это уже издевательство над командой с Wall Patrol. Что им здесь делать? Непонятно. Энви просто не ощущает никакой проблемы. Ни одного девайса мы не отдали. Сейчас погибает. Нептун, чекайте. Скриньте. Ну, одного ты можешь убить. А второго что-то будешь с ним делать. И раз. Ничего. Я из будущего просто. Вы не шарите. Тут уже все ясно еще. Ну, естественно, все ясно. Братик, другого здесь не суждено. Потому что он легко погибает. Еще и соброза. Свэк последний. Брэкстон, пирос, родник. Одного забрал. Хорошо. Там еще два бойца. Плачечка пошла. И Брэкстон, давай. Мы в тебя верим. Смотри, второго забирает тоже. А вот как с самым поступишь? И здравствуйте. Не до человека. Найстрай. Найстрай, свэк. Были шансы. Но у Сома была такая позиция, что ее, в принципе, сложно дочекать. Там такой угол из укуток, где вроде бы ты смотришь направо. Ты не видишь. Нужно пробежать еще чуть дальше. Но ты уже открываешь на полтушки. Вижен. И все. И до свидания. Райан из Сингулярити. А, все. Я вспомнил. Я чекал его профиль. Да. Ты абсолютно прав. Это игрок из Сингулярити. Просто не так часто смотрел Сингулярити. Их матчи. Как-то не попадались они нам на ProCase. Насколько я помню. И замечательные виды снова. Обзервер. Четыре Юспика. Спасибо большое. Мы без них бы никак не выжили абсолютно. Но это экономический раунд. И, видимо, кроме него, вот кроме этих видов показывать особо нечего. Просто ребята зашли на базу Б. Я так по мини-карте вам рассказываю. Вот так вот. Включу вам карту. Потому что Обзервер у нас решил немножечко поиграть в свой контр-страйк. У него просто красивые виды. Возможно, он скринк какие-то моменты. Но, действительно, на карте ничего не происходило. Какие-то контакты есть. Соброса просел до 34 хп. И, соответственно, на этом все контакты закончились. Нефти ждет. Какого-то агрессивного выпада. Возможно, под флэшер сейчас команда с флпатрол ворвется. В этот смог. Но это пока не точно. И сейчас будет рванина от нефти. Братанов, давайте. Не, Нептун, смотри, как у фрага хорошая. А дальше фраги есть. Нептун, неплохо. Два в два. Размены. Можно подобрать парочку калашей и отправиться на сейв. Потому что время уже поджимает. И вроде как надо бы двигаться в направлении пропахной зоны. Отваливается свек. Что-то Брэкстан Пирс сегодня не в форме. Нет, я из комплексти, это я помню. Я из комплексти и андроид из комплексти. Если я ничего не путаю. Я и точно. А андроид, по-моему, тоже. Оттуда в же. Предыдущий состав Сволл Патрон с качком больше радовал. Даже Виртус Про выкинули с эпицентра. Но да, мы уже об этом говорили, что раньше Сволл Патрон состоял из... Вообще-то было все под началом Фрикозоида сделано, насколько я помню, с его братом. Вот, Ника, не помню, брательника Фрикозоида. Два качка, там у них еще был какой-то тоже такой довольно крупный парень. Не вспомню сейчас. И потом мы уже начали менять составы постепенно, по чуть-чуть. И вот вышли к тому, что взяли себе Свега. И еще порой ребят, и начали с этим вроде как катать. И приезжали на эпицентр. Я даже плюс-минус так успел пообщаться и поздороваться с этими ребятами. У нас тут выход от Андроида и компании. Андроид предстоит урести 12% здоровья. Но свой фраг делает под флешку Райана. Ну и Б-базы тоже будут сейчас заниматься постепенно. Нефти сейчас напорится на Саброзу. Тут мы за стеночкой видим игрока защиты. Но пока что нефти не дергается. Просто стоит и ждет обратного выпада. Там еще смоки. Очень опасно выходить на нефти. Выходит на контакт. Погибает от Саброза. На 4 в 4. Яй находит фраг на Райана 4 в 3. Там еще по-прежнему пятый игрок атаки. Это Андроид. И у нас снова виды. Замечательные во время перестелка. И почему-то не показать там какие-то как коробки. Действительно. Сволл Патрол уже полгода играет таким составом. А результатов ноль. Но это микс. Это сам по себе микс. От него ждать. Хотя, ну, не знаю. Если полгода, просто за Сволл Патрол я тоже не особо следую. На них не попадались просто во внимание. Я не уверен, что было именно так. Ну да. После Лазарус, получается, 3 братана пришли в команду Сволл Патрол. Добрали себе еще парочку. И пошли катать. Сволл Патрол. Приемочка. Получается убить Сома. Но вот он третий раунд для коллектива Сволл Патрол. На Андроид тут на 12 хп вряд ли что-то сделать. Время 30 секунд. Возможно, кого-то еще и убьет. Но это максимум, который сейчас будет доступен Андроиду. Но, скорее всего, он просто погибнет. Там нужен только один патрон. Сейчас с любого девайса, который присутствует. На, это еще и хедшот. И полетели вниз. Из Лазаруса у нас, получается, вышли три ребятенка. Это Свек, это Саброза и это Зелсис. По-моему, такой состав был у них. Плюс еще два товарища, но и там не получилось. Да, Андроид тащил комплекс Тип Соло. Знаешь, я все правильно помню. Американский КСЛ не в голове, он в сердечке. Сам по себе. Зелсис под флешечку. Сейчас будет флешечка и Зелсис в пальцевую позицию. Но во время отходит, потому что там слишком много бойцов команды Envy. Зелсис об этом прекрасно понимает уже, потому что слышит перемещение вражеской команды. Саброза поджимает липты. Там, по-моему, никого сейчас нет. Ну, хотя бы информацию для себя собирать. У нас номер семь. Засланный казачок, это Фагли. Который сейчас может выйти в спины команды с Вол Патрол. Он один в медле, вообще тусуется. Там у нас... Где? Где оборонка? Вот он, Фагли. И вот он, Саброза, который делает свои минусы. Я и пытаюсь ставика отрабатывать. Ни по кому не попадает. Попадает. Зато ему неплохо в голову. Ну и, соответственно, сейчас будет небольшая неприятная новость для команды с Вол Патрол. Потому что Зелсис предстоит наполнить ХП. И, соответственно, бомба уже будет поставлена. Ниппунь Томпов выходит. Убирает нефти. Погибает еще и андроид. Сомн в размене. Находит для себя фраг. Два в три. Шанс не есть. Но не узнал сейчас. А в этом раунде это 100%. Ну и разваливается оборона Аплэнта и этого ретейка. Были два в четыре столе. В два в один. Нептун последний. Нептун. Дефьюз пошел. Сом выходит. Сом убивает. Красиво. Трипл килл оформляет Сом. Притом, что он даже не снайпер команды. Он просто пришел посмотреть, что здесь не так. Что-то КОС лагает. Мне же вроде потери пакетов нет. Неужели КОС лагает? Да, действительно. Представляете, Гоу-ТВшка что-то хотела отключиться внезапно. Пасть в кому. Хотела КСК. Но мы и не позволим. Мы не позволим. Круто, что читаешь чат в таких матчах. Интерактив со зрителями самое то. Респект. И вам респект, что участвуйте в подобном. Молодцы. Просто когда матчи уже такие, знаете, более значимые. Когда это все в условиях студии. Начат. Не то, чтобы времени и желания нет. Просто там такой более серьезный анализ. Хочется выдавать супер-кутые вещи. А здесь какой-то расслабон. Получается, что он не вернет на Америке. Соброда ворвается от границ. Правда, успел убрать Яя. Но и Соброда тоже здесь долго не жил. Погиб от андроида. Все-таки ночь. Какие-то цветкаточки американские. Далеко не всерьезные. Если, конечно, раунды идут такие прям крепкие друг за другом. То, да. В чат я смотрю минимально. А вот когда такой расслабон. И команда ведет с преимуществом в 9 раундов. Ну и в 8. Ну, сейчас, возможно, и в 9. Вряд ли это какой-то спойлер от меня сейчас залетел. Потому что тут все идет к этому. 4 в 3. Свэк что-то стреляет в коробке. Свэк, проснись! Ты на СЛ-е. Я, честно говоря, не знаю, что происходит со свэком. Что-то у Брэксона очень большие проблемы сейчас. Все-таки подряд убивает одного. Неплохо уступил с Юмпа. Правда, отлетает от Сома. Решил почему-то подпушить поближе. Хотя патрон у него уже почти не оставалось. Приходит Нептун. И, собственно, своим трезубцем горает. Все, что можно, флешка влетает. Патрон заканчивается. Сом убивает Нептуна. Остается у нас последний. Сом против Зелсиса. Очень похоже теперь уже на 4-й раунд для команды Свал Патрона. Приход Сома. Какой же он жесткий. Ух, блин. На лоу хп Сом при фаер. Прочекал позицию, возможно, потенциального игрока защиты. Вышел и... Как? Дал хэдшот. Нет, Сом жесткий. Да, я помню, что Энви играли с Сомом практически с самого начала при их переформировании, когда еще это были французы стали американцы. Сом-то появился. И были некоторые вопросы, типа, Сом, кто такой, что он тут делает, почему так плохо стреляет. Но вот со временем начал постепенно привыкать ко всему происходящему и показал, ну, достаточно прям такой жесткий контр-страйк. И сейчас тоже стреляет. На радость фанатам команды Энви или тем, кто вставил на эту команду. И пятым был Инфинити. Я и тоже из Лазарус. Он, да, прозаменил. Ну, я просто смотрел профиль команды. Свал патролы. Там только три бойца в розовой форме. В замечательной розовой форме. Прям цвет такой, что глаз выжигает. И давайте посмотрим, что я гадаю. Все равно пауза есть у нас. Небольшая свал патрол. Заходим в профили. Смотрим. Свэк, Саброза, Зелсис в футболках. Я еще в футболке комплекции. И Нептун у нас из Гастов. Вот. Я думаю, откуда я знал Нептунал? Он из Гастов. Вот че, Михалыч. Да, а команда Envy. Сейчас зачекаем. Envy, Envy, Envy. Да, Райан оттуда. Сом из... Все в порядке. Так, и посмотрю, Сома где играл. Где у него какие команды были. Ага. Вот оно че. Что самое интересное. Сам Сом. Сам Сом. Название китайской еды. Играл в команде Swole Patrol с декабря 2018 по февраль 2019 года. И вот откуда я его помню. И потом он в марте перешел в Envy играть по нынешнее время. А до этого он катал только в ноябре 2017 в команде Навинтик. Или Навинтик, или... Не знаю, как еще можно сказать. Короче, вот так. Играл он Swole Patrol, потом перешел в команду Envy. Рассмотрели. Сому, кстати, всего лишь 17 лет. Молодой боец. Очень-очень молодой. Ну, 12-3 счет намекающий на то, что у нас будет все-таки две карты в этом противостоянии. Я пойду отдыхать. Вы поедете по делам, на работу, на учебу. Куда-то еще, возможно, поедете там. Может быть, тоже отдыхать. Какие-то вещи. Сом Хен Мин. Ну, да. Это финал мажора или полуфинал? Это потенциальные участники мажора в каком-нибудь 2020 каком-нибудь году. Ну, это не точно. Нептун в спину убил, кстати, простим, его за все. Нет, ну, Нептун, блин, это просто не случайность, когда он в двух пистолетных раундах не убивает в спину чуваков. Это, конечно, очень примечательная вещь. И что по стрельбе стоит столько спросить. Нет, ждем админа, потому что это стандартная целевская пауза. Это не зависит от админа. Нужно показать рекламку на ESL. Вот эти все стандартные процедуры. И потом уже запускается матч. То есть, мне кажется, в каждом матче у админа горят уши от СНГ-комьюнити. Потому что не запускает игру, а хочется смотреть, когда уже Энви выиграет. Но нет. Админ запускает все это дело по команде. Брэкстон, Пирс, где ты, родненький? Брэкстон, 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 вот он. 7-12. Боль печали. Зелсис 5-12. Там еще все более печально. Нептун 7-13. 12 врагов с оброза. Яй чуть побольше. Ну и команда Энви, раз у нас пока тут разбегаются люди. 17 на 6. Соб, что творит работяга вообще? Лютый какой-то. Ну и полетели. Смотреть за письменным раундом. Энви теперь у нас в защите. Забегает на Аплент. Нифки все это дело может услышать. Сом вместе с Андроэтом разоружили одного бойца. Погибает еще и Нифти. Свэк и Нептун делают по минусу. Тут у нас остается Райан вместе с двумя бойцами. Пытается выжить. Погибается оброза. 3 в 3. Ставится Аплент. Дефьюзики-то имеются. Смог имеется. Можно просто взять и задефьюзить. Как вам такой план? План, мне кажется, офигительный. Выход на Фагли. Я разбираюсь еще и с Фагли. Остается Райан последний. Тот Смог флешка. И в принципе шансы есть. Но его запалили. И сейчас будет Сэка 3 спина. Брэкстон пирс. Еще один минус. Трипл килл для бойца команды с Волл Патролл. Распочато. Да. Вторая половина распочато. Флешка есть. Дефолтный поселитель в руках команды Envy тоже имеются. Будут закупаться уже на следующем раунде. Будут играть в девайсы. Но вот на девайсах должно быть интересно. Будет ли камбэк от команды Envy? Пока непонятно. Сделал все. Как он фармит. Как вот... Не, немного фармит. Только два фрага делает. Всего лишь. Оказалось, что покроет всю команду Envy. Но нет. Нашли для себя калашников. Нашли МакТен. Показали нам дом. Многоэтажный. Красиво. Там еще какой-то автомобиль ездит. По-моему, один тот же беленький. Справа в углу. Сейв для Envy. Отдавать калашников нет. Какого смысла? Вот Нефти попробует с МакТеном для фармить... На фарме для себя еще 600 долларов. Может быть, 1200. А может быть, даже и все 1800. Кто же запрещает? Все-таки Нефти нужно накопить на снайперскую винтовку. С армором и с гранатами. А не просто бегать с одним авиком. Без армора. Хотя даже в этом сетапе ему хватит на первый армор. Но будет только с ним и с АВП. Нефти слышит перемещение игрока атаки. Соброса тут слишком нагло шумит. И погибает. Но это было... Понятно. Нефти умрет или нет? Нефти? Нефти? Но погибает. Но пульшост заработал. Вообще для Нефти три фрага в этом раунде. Сволл патрол потеряли очень много девайсов сейчас. Нефти хватает на авик. На первый и даже второй армор под смачок. Все это дело еще можно организовать. Но нет. Закупается смог. Две флешки и первый армор. Дефюзки-то есть в команде Энви. Сволл патрол закупились почти в ноль. Деньги остаются только у Свега и 1800 на руках. У Яи и у остальных бойцов 50. Ноль и 150 долларов. На это даже спички себе не купишь. Чтобы поджигать молотов. Разумеется. А кто выходит из группы и услышит победу Энви? Получается, кто-то будет между... Короче, так получается. Если сейчас Энви выигрывает, то у каждой команды, кроме Сволл патрол, по 6 поинтов. И там уже будет зависеть отличный встреч. Я думаю, что информация обновится вовремя. Я вам скажу, кто выходит с первого места. Кто будет еще на перегровках со второго и третьего катать. Райан в упоре. Дает пакет на тело. Погибает еще и Яи. Ну, вот и некоторые серии, которые сейчас, возможно, закрутят голову команде Сволл патрол. Идет и отправиться в небытие. Думать над своим поведением. Правда, у нас выход под базу Б. Но нужно как-то выйти в бомбе. А бомба погибает на рампах. Добрый вечер. Ну, как-то вот так. Трифт-два. Боевые позиции команды Энви заставляют сейчас задуматься. Коллектив Сволл патрол. Открывается дверка. Снова куча шума. Правда, и скоб должны были слышать со снайперской винтовки. Продлевается смог уже с другой стороны. Энви запирают все это дело с смоком. Ну, а Нептун уже ничего не боится. Просто проходит к своему тиммейту. Но вот есть некоторые опасности за андроида. Нет опасности за андроида. Большой молодец, красавчик лев. Саброза в смоке. Хочет идти, но Фагли закрывает его. Есть информация. Андроид ждет. Андроид погибает. Но бомбы нет. 20 секунд времени. И сейв снайперской винтовки для Саброзы. Вот он тебе и 13 раунд команды Энви. У меня висит трансляция, что только работает. Перезагрузи, попробуй. Потому что трансляция идет почти 6 часов. Идет она безукорительно. За все время потерь кадров 314. Чтобы вы понимали, это секунд 6 за все 6 часов. Примерно. Плюс-минус. Так что это не я. Не, не 6. Не 6 секунд. 15 секунд потери за 6 часов. Примерно как-то вот так. Так что это не в моем деле. Если с телефона, попробуй поставить... Там есть... У меня тоже была такая фишка. Если ставишь мобильную версию, может не показывать. Если ставишь полную версию, как типа сайт. Там есть такая галочка. Если у тебя хром. Нажимаешь там на опции. И там должна быть полная версия. Должно помочь. Ну или если стоит отблок, тоже может не работать. То есть попробуй такие вещи. Сделай дефолтные. Может быть и поможет. Райан у нас на бусте. Дежурит в окошке. Сейчас возможно его заметят и убьют. Ни за что вообще. Но пока он никого не видит. Соответственно сохраняет свою статус. Полетела куча раскилок. И вот он Райан. Вот он фраг. Минус зелсис. Вот она хаешка. Минус хп. И образом двигаться команде Сволл Патрол. Чтобы не допускать. Сейчас к себе позиции команды Энви. Да, большинство есть за командой Энви. Остается Смоук и флешка для Сволл Патрол. Чтобы защититься от этих контртеррористов. Которые хотят обезвредить эту маленькую беззащитную бомбу. Неснок. С неплохим летает Сволл Патрол. Соборку играет Райана. Погибает в размин Собороза сам. Он врывается в перестройку. Дает себе. Ножа пошел резать. Китун. Больно ему. Очень не помню. Депутатом Смоук. Еще что сделает команда. Сволл Патрол. Просто какой-то произвол. Бомба дефьюзит за 10 секунд. Что происходит? Бегата. Шивите. Свэк. Убивает еще одного. Бомба раздефьюзит нас. Свэк стоит просто в блайнде. Не понимает, что происходит. И как это вообще выигрывать. А для киберспортсмена имеет смысл играть в шахматы для тренировки? Понятия не имею, честно говоря. Наверное, нет. Потому что в шахматах немножко другая скорость. Сама по себе. То есть, если ты будешь играть в онлайн шашки и шахматы, наверное, есть смысл. А здесь у тебя должна быть реакция. Реакция для того, чтобы думать, тебе нужно просто больше играть. Ну, как поступить в этой ситуации критической. Чтобы у тебя было больше вариантов развития событий. То есть, ты прожил эту ситуацию, эту ситуацию. И у тебя в секунду срабатывает одна из этих вариаций. И ты уже понимаешь, что тебе делать. Шахматы, это, конечно, интересно. Это логика. Это, не знаю, какая-то интуиция, возможно. Типа, или там какие-то еще вещи. Но к киберспорту, мне кажется, это мало относится вообще. И вряд ли тебе поможет. Вот вообще. Так, вертигой постоянно меняют. Ну, они пытаются найти баланс этой карты и что-то поменять. Смотрят на реакции игроков. Смотрят на то, что происходит на карте. И какая позиция является там не то чтобы читерной, но довольно часто используемой. И, как я понимаю, вот этот просвет тоже на планте с этих деревьях убрали и прочие-прочие вещи. Райан в очень интригующей позиции. Замечает игрока. Игрок погибает. Какая-то, какая-то книга смерти от Райана. Ну, кстати, Райан действует как номер один. Весьма-весьма недурно. Он уже не впервые делает эндри-фраг на команде с Волл Патролл. И это заставляет задуматься о том, что этот парень может далеко пойти. Я так сказал, как будто это плохо. Но нет, это очень хорошо. Новые имена, новые лица, новые фигуранты нам нужны. Потому что все эти Астралисы... Нет, эти мальчики великолепны, конечно же. Ладно, все эти Ликвиды, Фейзы уже немножко поднадоели. Нужна новая кровь. На контр-страйке, чтобы было больше конкуренции, чтобы было больше имен, чтобы было больше интриги. И я даже готов на то, чтобы Астралисы проигрывали некоторый матч. Появлялись те самые люди. Пагли встречает, не понимая, что гибает итог атаки. Еще один минус, шеи. Солн на поле еще взялся. Погибает вся команда с Волл Патролл. Счет 15-5 и 10 маф и матч-поинтов для команды Энви. Но это разрыв. Это разрыв. Но это даже неинтересно смотреть. Кажется мне, что если бы я просто играл в контр-страйк, было бы и то поинтереснее, чем избиение команды Солл Патрон наблюдать. Но, с другой стороны, меня поставить нельзя. Поэтому в этом есть свой минус, конечно. Хотя был такой сервис, где можно было поставить на свою каратку, типа выиграешь, ты не доиграешь. Года три назад так точно был. Сейчас не знаю, минус нет и пользуется ли он популярностью. Пять на пять. Борьба продолжается. Денег команды с Волл Патролл немного. Там недефолтные пистолеты плюс шкаут присутствуют. Может быть, какой-то галил, но нет. Тег девятый. Решили заюзать. Раскидка Б-базы вновь. Фагли готов принимать в плохой позиции. Погибает один, погибает второй. От андроида. Андроид включается дальше в бой. Находит для себя смерть. Но это два в три. Девайсы можно подобрать. Там через... Выбирать Райан. По слепущим вроде спрейт. Но не наносит дэмэджа. В принципе. И только с фэктом получает немного. По шляпке. Но он выживает. Есть две Эмки для команды Солл Патролл. Небольшая ошибка от Team Envy. Окей. Что-то пылесос или... Поломойка какая-то современная. Или не очень. На первой карте, по-моему, то ли 16.6, то ли 16.5. Это вот тоже самое было. Плюс-минус. Так. У нас тут немного дергаются игроки команды Envy. Думаю, что это Аплэнд. Возможный. Но выход уже под точку БС. Сом на 20 секундах. Сейчас будет просматривать позиции. Замечает игрока атаки. Молик прилетел на плент. Сом живет. Сом еще убивает Зелсиса. Какой неудачный спрей был сейчас для Зелсиса. Как же так? Три хп ставится у Сома. Это жесть. Это жесть. Это свек на 25 хп. Его позицию, по-моему, сейчас не знают. Пошел первый на контакт у нас Сом. Отъезжает. Но теперь для них должен быть легкий пирожочек. Дефьюз. Но это фейковый. А свек пытается посмотреть. Выходит нефть и просто будет диффузить. Нет смока, но он просто садится и просто диффузит. Свек, братан, прощай. Не успевает. Смотрите, что раунд для команды Сволл Патрол. С другой стороны, и денег у команды Энви немного. Ну, пока что еще живем. Пока еще играем. Не подскажешь, как мы, брат, играли. Первая карта, значит, таки, отвалились 5-16 на карте Оверпасс. После чего выиграли трейн 16-11. И проиграли карту Демираж 16-14. Точнее, только на ЛТВ. По раундам, если тебе интересно, по половинам. Но, считай, тебе не дал. Но, брат, прыгали 1-2. По картам. Хотя могли брать, но вот чуть-чуть не было. Заброза спреет, как в последний раз. Минус 3. В исполнении игрока атаки одним спреем смог нанести. Хороший такой дэмэдж. Сом на бусте. Видит перед умерением Тома. С Демираж получает хэдшот, но забирает Сома. И остается андроид последний с деглом в руках. Но это будет... Ох ты, какой молодец, а. Если б я так прыгал, я бы уже убился. Что в реальной жизни, что в киберспортивной. Прямо 100%. Ну, еще такие последние вздохи. У команды Солл Патрол еще борются. Седьмой раунд забирают себе. И дальше их ожидает снова Демираж. Девайсный от команды Энви. Поскольку себе ребята оставляли денег на те самые девайсы, о которых мы с вами сейчас рассуждаем. И вроде бы... Вроде бы есть какие-то еще варианты. Но вот если бы не врывались через маки, команда Энви, они бы уже давно закончили, пошли отдыхать, и все бы у них было хорошо. Нептун пытается гулять, чекать позицию. Нептун получает по голове за то, что гулял без шапки. И, в принципе, нормально. Но, правда, снять с него нечего. И девайса у него нет. А вот с Яя можно попробовать вынести Галил. Например. Не получается. Восьмерочка для команды Солл Патрол. Восьмерочка... А, семерочка даже. Вот оно что. Галил только что, по-моему, выкинул игрока атаки. Хотя, как я вижу, можно было бы отдать его Зелсису. Зелсису. Это же Галил полетел с рук игрока атаки. Ну, хозяин-барин, как бы. А, нет. По-прежнему экономическая для Энви. Решили, что нужно еще поэкономировать. Насыпали МП-1900. Теоретически могли бы закупаться, но практически... Не хватило. Не Тунтер зажимает по троим. Правда, не одним спреем. А вот у... Другого товарища получил спреем. Погибает. От андроида. Два в четыре. У Нифти только Юспик. Будет, я так полагаю, две снайперские винтовки в диффентсе. В следующем раунде. У ребят из команд Энви. Надо надо еще посмотреть. Может быть, один навик. Просто андроид даст дроп Нифти. Нифти купит ему М-ку. И будет хороший набор по гранатам. Но не более того. М-очка будет сейчас появляться в руках у защиты. Не пьем. Ой, что-то в лицо прилетело. Что, допы? Ох, не знаю, дорогой друг, насчет допов. Верится с трудом. Даже в то, что пробьют тотал больше. Но посмотрим. Снайперская винтовка одна. МК. Четыре. Дефюз киты. Два. Гранаты почти все. Ну и первый в трои арморы для того, чтобы просто чувствовать себя комфортно. Без авика играет команда Своу Патролу. Зелс из играет с Мактеном. Видимо, на темповый заход. Но такое совершение. В таких раундах, мне кажется, нужно уже брать себе полный фарш, полный набор. Калаши, винтовки. Всякие разнообразные. Но никак не фармилку при наличии 6600 долларов. Ну и зелс погибает. В принципе, ему было не важно, с чем бегать. Хочется сказать, стрелка все равно погибал в упоре. В смоках. Три в пять уже. Райан вызывает сомроза, пытается прорабатывать против Свега. Улетает за пределы карты. Но это 2 в 4. Есть минимальные шансы для команды Своу Патрол на отыгрыш в этом раунде. Смоки полетели. Смок вообще вот полетел, по-моему, в сторону, в сторону, получается, подъезда куда-то там вниз. Ну и что организует сейчас Своу Патрол? Будет буст. А сейчас и подсадочка может сработать. Нужно как-то аккуратненько прыгать сейчас ребятам из команды Своу Патрол, чтобы не спалить свою позицию. Но я и мне кажется, что сейчас вылетит вот эта самая кошка и будет абсолютно прав. Ну что? Либо еще 7 раундов подряд для команды Своу Патрол и нужно брать этот 2 в 4. Тогда может быть какие-то овертаймы. Да окей, мы поняли, что здесь есть красивый дом, коробка. Что это? Я не просил показывать вновь. Обзервер. Спасибо, но не надо. Я понимаю, что... А, это какой-то бокс. А можно игру показывать? Спасибо. Флешечка. Выстрелы. Контакт от Яя против Фрайна. Ответочка от Нифты. Еще одна ответочка может быть. Но Яя здесь задергали в 2 ствола. И, соответственно, 16-8. Двойное преимущество по раундам. И двойное преимущество по картам у нас в команде. Своу Патрол уже никуда не выходит. Ни на какие переигровки. Но, как я...